Итак, мы продолжаем, друзья наши. Так что, пожалуйста, я сейчас вам снова как бы эту рекомендацию дам, вы ее, пожалуйста, для себя запишите, после этого я буду готов ответить на ваши вопросы. Значит, как это проходит? Через неделю, через две, после начала относительного голода, вы начинаете принимать один раз в день, на ночь, за час-полтора до сна, 6-8 таблеток активированного угля всего лишь. Ну и, но на следующий день, если у вас есть проблемы со стулом, даже при спастическом колите, а это особенно, вы принимаете одну чайную ложку, то есть 5 грамм сульфата магния, соли магнезии, на две трети стакана воды, и утром вы его выпиваете, не позднее, чем за час до завтрака. И так в течение 6 дней, 6-7 дней, 6-7 дней. Этого будет более чем достаточно. Должен вам сказать, что в силу того, что соль магнезии, это не слабительное, ну, можно его назвать слабительным, просто механизм действия совершенно другой. Потому что мы, тогда, когда мы выпиваем вот этот концентрированный раствор соли, да, задача нашего организма, эту соль, вот эту концентрацию, концентрированную соль, концентрированный раствор из организма убрать. Это вот самая первая задача, которая стоит перед нашим организмом. Потому что вот такой крепкий раствор солевой, то рассматривается нашим организмом тоже как некий токсический удар, его надо убрать. Поэтому мы об этом с вами говорили не один раз. Поэтому он начинает что делать? Активизирует перистальтику кишечника, заставляет его работать более активно, с тем, чтобы этот раствор протолкнуть как можно ниже до выхода. С одной стороны. Плюс к этому, так сказать, организм начинает в кишечник сбрасывать воду, да, которую у него есть в запасе. Мы с вами, слава богу, воду пьем. Поэтому он делает это без ущерба для себя. Сбрасывает воду в кишечник с тем, чтобы эту концентрацию разбавить, да, снизить вот концентрацию этого солевого раствора. А вот эти оба процесса и приводят к тому, что буквально через 20-30 минут у вас происходит стул и всё, всё как нужно, включая очищение кишечника. Так вот, это вот такая специальная, как бы получается, даже тренировка, да, перистальтическая, физическая тренировка желудочно-кишечного тракта нашего. Кишечника, да, он как бы стимулирует перистальтику даже у атонического кишечника. Вот что у нас с вами происходит. Поэтому эта процедура у вас со всех сторон для нас с вами полезна. Почему 6-7 дней? Потому что у нас с вами не больше. Потому что у нас с вами всё-таки относительный голод. Мы с вами и так бедны кое-какими биологически активными веществами. Я имею в виду, я имею в виду, скажем, соли, микро-макроэлементы, витамины и так далее, белки, углеводы, которые нам нужны, и всё это нужно. Поэтому 6-7 дней – это вот предельный срок. Потому что нам всё-таки следить за постоянством активной, биологически активной среды внутри организма, надо следить. Можно потом, через неделю, повторить эту процедуру. Ничего плохого от этого не будет, окромя пользы. Я слушаю звонок. Алло. Да. Слушаю вас. Да, да. Анатолий Фимыч, здравствуйте. Это ваш постоянный слушатель. Да, слушаю вас. И я также наравне с вами закончила относительный голод. Ну и как себя чувствуете? Отлично. Ну, замечательно. Отлично. Только у меня по поводу у вас вот такой вопрос. У меня сестра сейчас лежит в больнице, она тоже на этом относительно была голоде. И, ну вот, как вы уже оговорились, у неё давление стало, эта колебация. Её положили в больницу. И врач увидела этот импликатор Кузнецова, который был при ней. Да, да. И она сказала, что ни в коем случае нельзя им пользоваться, так как была у неё по поводу, эта операция по поводу туберкулёмы головного мозга. Так. И на этом месте образовалась киста. Так. В нескольких местах сейчас у неё. И она сказала, говорит, ни в коем случае нельзя ей пользоваться импликатором Кузнецова, так как кровообращение налаживается, а киста это любит. Да, да, я понимаю. Да, киста не любит этого. Не любит. Но в силу того, что это туберкулёма, я хотел бы, чтобы вы согласились с мнением доктора, безусловно. Как раз не из-за того, что это киста, а из-за того, что это туберкулёма. Понимаете? Она была 50 лет назад оперирована. Так, а, понятно. А сейчас на это место, где была, где сидела вот эта вот туберкулёма, оказалась, там у неё находится киста. Я бы... Образовалась, ну, пустое место заняло. Я понимаю, да, и там жидкостное скопление. Да, да. Вот содержание этого жидкостного скопления мы с вами не знаем. Понимаете? Угу. Вот я почему говорю. Поэтому вот в этой ситуации я бы вам подсказал один способ, который мы с вами, ну, не с вами лично, я имею в виду с телезрителями, обсуждали, ну, года полтора где-то назад. Помните, я тогда рассказывал вам о квасе Болотова? Да, да. Квас Болотова – это вот ферментированный чистотел на сыворотке. У него есть одна специфика. Он, кроме того, что он очень хорошо помогает вычистить наш организм, он действительно помогает в этом. Кроме того, что он, этот квас, как бы начинает нормализовывать желудочно-пищеварительные процессы у нас в организме в силу ферментации. Вот, он еще делает одну вещь. Он в этом квасе много активных веществ из чистотела, в том числе там специально токсических, которые помогают организму справиться с доброкачественными новообразованиями. А киста – это как раз и есть доброкачественное новообразование. Поэтому я бы советовал сейчас с аппликатором Кузнецова не играться, пойти навстречу мнению врача, и это безусловно так, потому что, еще раз повторяю, понимаете, мы не знаем, что в этой кисте есть. Вот в чем дело. Понимаете? А туберкулез – это штука такая неприятная. Поэтому я бы советовал сейчас там 2-3 курса провести с чистотелом, постараться с этой кистой справиться, и тогда будет как бы все как нужно. Понимаете? И тогда можно будет уже начинать пользоваться и аппликатором Кузнецова тоже. Но при этом я бы все-таки не горячее, не горячее ванной скипидарной посоветовал до 38-39 градусов, не выше. Понятно? Но это уже после того, как она выйдет из больницы. Вот она, допустим, сегодня вышла из больницы, к примеру, и она может сразу вот эти скипидарные ванны делать. Через неделю. Через неделю, после того, как выйдет. Да. И Анатолий Фимович… И очень советую вот то, что я сегодня рассказывал, да, вот с активированным умом. Я слышала. Да, вот это вот использовать, этот прием, вот в этой ситуации. Угу. Да. И Анатолий Фимович, еще вот такой вопрос. У нее остеопороз сильный, и ей назначили какие-то там таблетки, они стоят 2000, этот стандарт, и пить год целый. Вы знаете, что я прошу прощения, но тут я не берусь, так сказать, комментировать же дело, потому что кальций нужен? Наверное, нужен. Наверное, нужен. Если остеопороз еще в активной форме, да еще при кистах, в таких, в общем, извините, очень сложных, ответственных, так сказать, частях нашего организма, как позвоночник, наверное, имеет смысл. Вот, единственное, только при этом все равно не забывайте о рыбьем жире. Даже если это кальциевые, кальциевые содержащие таблетки, все равно не забывайте о рыбьем жире. Хорошо? Угу. Большое спасибо. Ну, не на чем у что вы. Толий Ефимович, огромное вам большое спасибо. Спасибо. И сколько у меня болячек ушло. Я даже уже и проделала эти УЗИ. О, как здорово. Кальчиком были проблемы, и, ну, вот каких только, я вот, мне просто жалко ваше время. Ну, и слава богу. Это, ну, очень хороший результат. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. И вес очень хорошо ушел. Да спасибо. Это у меня где-то в пределах 130 был вес. Сейчас, на данное время, 110. Это вы говорите о 6 килограммах, а я говорю за 42 дня, вот о скольких килограммах. 20 килограмм. Да. Класс. Ну, понимаете, какая штука у меня от 130 килограмм не было. У меня все-таки было немножко поменьше. Понимаете? Так что, ну, спасибо вам огромное. Нет, я имею в виду. Я же вас вижу, я же вас вижу. Я понимаю, да. Спасибо вам огромное. Извините, мы пожалеем наших телезрителей. Хорошо? Ага, спасибо большое. Да, всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Значит, вот я о чем хотел вас попросить. Значит, у нас с вами в программе ревматоидного полиартрита, о котором мы как бы ведем все-таки, речь-то об этом не будем забывать, и программу мы формируем для ревматоидного полиартрита. Мы как бы уже все, вот первую часть программы все сделали. Надеюсь, что вы ее запомнили, зафиксировали, вы ее знаете. То я при этом хочу вам сказать вот о чем. У нас с вами остался один небольшой шаг. Мы сделаем его буквально за одну передачу, наверное, за одну встречу. Я имею в виду вот этот период адаптации, период отдыха. Вы все поступаете, так сказать, по правилам не очень правильным. Что я имею в виду? Я довольно часто слышу, а вот чего еще, а вот чего еще, а вот чего еще. А может быть, там ванны делать не через два дня, а на третий, а через день, или каждый день, или что-то. Друзья мои, всегда имейте в виду следующее. Наш с вами организм живет за счет микровоздействий. Микро. Поэтому килограммы нам с вами совсем не нужны. Ни килограммы процедур, ни килограммы каких-либо отваров или трав. Нам это не нужно. Мы живем с вами за счет микровоздействий. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте. Поэтому даже прохладные скипидарные ванны, почему я вот говорил о том, что ванны не должны превышать температуру. Прохладные скипидарные ванны 37 градусов, 38 градусов, они все равно нам помогают. Они все равно свое действие оказывают. И иначе быть просто не может. Это закон нашей с вами физиологической жизни, больше ничего. Понимаете? Поэтому запомните, не надо. И вот этот адаптационный период, отделяющий начало программы с водно-солевыми ваннами, с аппликатором Кузнецова, с подогревом и так далее, от скипидарной части. Вот он невероятно важен для нас с вами. Понимаете? Вот тут какой момент. Дело все в том, что... Ну вот об этом как раз, наверное, с Геннадием Александровичем мы будем разговаривать в следующей передаче. Дело все в том, что при аутоиммунитете самая главная проблема, которая есть вот при этих процессах. Так называемые циркулирующие иммунные комплексы в нашей крови. И вот справиться с ним до сих пор никакой фармакологии, никакими там приемами лекарственными справиться не удается. Более того, эти вот количества циркулирующих иммунных комплексов в нашей крови при аутоиммунных процессах, оно нарастает. Понимаете? И как бы мы там, так сказать, не помогали нашим коленкам, или не помогали нашим суставам, или не помогали нашему телу, нашей крови, нашим сосудам. Понимаете? Если существует этот комплекс, если он есть в крови, и если его не удается убрать, значит процесс будет развиваться. Вот этим объясняется отсутствие нормальной терапии при аутоиммунных процессах. Понимаете? А вот эти вот циркулирующие иммунные комплексы, оказывается, уровень их можно снизить с помощью, опять же, очистительных процедур. И можно вообще убрать специальными медицинскими технологиями. И тогда это просто будет остановка процесса. А остановка процесса при аутоиммунитете – это практически решение проблемы. Это очень серьезно. Понимаете? И вот, что тут важно? Что вот эти вот микровоздействия, о которых я говорю, мы с вами никак не учитываем. Нам кажется всегда, что если больше, то лучше. Это не так. В деле здоровья, в восстановлении здоровья, лучше скорее меньше, чем больше. Но об этом мы с вами будем говорить еще подробнее. Итак. Адаптивный период. Я даже для себя задумался. Потому что все время как бы существует одна дилемма. И дилемма эта заключается вот в чем. Казалось, вот прошел этап относительного голода. При ревматоидном полиартрите 42 дня. Прошло экстренное очищение организма. Как нам дальше-то выйти? Надо прерываться. Надо. И вот здесь не надо раздумывать. Прерываться нужно даже тогда, когда вот ваше состояние, ну, как это называют, желает лучшего. Потому что довольно часто при ревматоидном, вот таких аутоиммунных процессах, после вот такого большого длительного этапа относительного голода, существует такая вот некая слабость. И чем сопровождается эта слабость? Вот это самое главное обострение, на которое нам с вами надо обращать внимание. Это, по сути, вот довольно часто к этой слабости добавляется такое ощущение, как будто бы тошноты. Как будто бы вот что-то такое нам мешает жить. Возникает ощущение такой легкой потливости. Иногда как бы вот так быстро-быстро, буквально в секунды, мгновенно осыпает ржаром. Буквально сверху, с головы до ног, проходит такая волна, как бы волна возбуждения, как будто бы через тебя прошла жаркая волна. Да, иногда как бы появляется такая слабость, ничем необъяснимая. Казалось бы, все хорошо, все так идет. А вот какая-то такая слабость, неустойчивость. Вот это, в принципе-то, всего лишь признаки самоотравления в первую очередь. Самоотравление. И вот это очень-очень серьезный и сложный вопрос. Довольно часто вот такого рода состояния вызываются приемом лекарств, которые вы в это время принимаете. Понимаете? Именно поэтому во время, вот после относительного голода, если возникают такие состояния, нужно чуть-чуть снизить прием лекарственных препаратов и обязательно подключить вот эту процедуру, которую мы сегодня с вами записали. Но и очень бы хотелось, чтобы в это время вы не забывали о Квасе Болотова, о котором я вот сегодня уже говорил нашей телезрительнице. Алло. Алло. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Да, да. Я слушаю вас. Это вас из Верловской области беспокоит. Ну, ну, ну. Ну, что такое? Ну, что такое? Я так сильно волнуюсь. Ну, тихо, тихо, тихо. Как вас зовут? Как вас зовут? Ольга. Оля, Оля, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, ну, мне легко, конечно, говорить, успокойтесь. Вы меня послушайте просто сейчас, ладно? Секундочку. Секундочку. Хорошо. Послушайте меня сейчас. Вы сейчас, пожалуйста, ну, как бы обратите внимание на себя, ладно? Да, да. Ну, как у вас там, немножко вот спазм прошел сейчас в дуне? О, отошло. Отошло. Ну, очень хорошо. И руки немножко потеплели, так ведь? Да. Ну, вот. А вот знаете, что я сейчас попрошу сделать одно упражнение? Значит, вот смотрите, возьмите правую руку, вот так вот, пошевелите ею, да? Вот так. Почувствуйте ее. Почувствуйте ее, почувствуйте. Пальчики почувствуйте. Трудненькие. Вот. И положите ее, пожалуйста, на плечо вот сюда. Вот так, да? На противоположное плечо. А теперь возьмите вторую руку, вот так, пальчики почувствуйте руку. У меня там трубка. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. И положите на другое плечо, вот так, да? И как следует, вот, плечики свои разомните. А при этом слушайте ваше дыхание, слушайте ваше дыхание. Как вы дышите. Да? Вот оно теперь свободное становится чуть-чуть. Свободнее. Да, легче. Легче. Замечательно. А теперь давайте разговаривать. Оля, слушай вас. Так, значит, я давно смотрю вашу программу. Так получалось, что как бы урывками полностью сначала у меня ничего не было. Я собирала ваши крохи просто вот для себя и записывала. Значит, в данный момент я как бы уже сконцентрировалась на вашей программе. И вот сколько, года три, наверное, так вот постепенно я провожу относительный голод, очищение. Вот даже взять этот последний период сегодняшний, не буду там далеко говорить. Я, значит, все это провела, как вы советовали, все сделала. Единственное, что у меня какое-то замечание было, почувствовала какое-то колыхание вот в левом боку, как бы сердечко, не сердечко. Здесь? Да, да, да. Ближе к центру, вот тут? Да. Оно как-то поднимается. Или то ли мне воздуха не хватает, то ли как, какие-то вот вибрации такие непонятные. Я все это терпела, терпела, принимала этот пустырник форте, думаю, не проходит, вроде бы никакой нагрузки нет, сижу на диване, и вот такие колыхания у меня, значит, периодически, довольно часто в день получали. Я обратилась к доктору, она меня послала на кардиограмму, но кардиограмма не уловила вот этот всплеск. Я только пришла с больницы домой, и у меня вот начало это. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, Оля, вот это вот, кардиограмма, то, что увидел доктор, то, что увидел доктор, нормальная? Сказали, что нормальная кардиограмма. Замечательно. Так, хорошо. Так. Да. Давление у меня прыгает то 116 на 68, то 130, может быть, на 60, на 74, вот так вот, в общем, разное. Иной раз вот нормальное давление 120 на 74, но на 80 никогда нижнее не бывает у меня. На аппликаторе Кузнецова я и утром, и вечером по часу лежу. Сначала, вот знаете, бывает нормально, лягу, все хорошо. Другой раз вот я ложусь, да, вроде бы как обычно все, вот не могу лежать, у меня все вот, вот вытащить надо. И я не могу. Потом второй раз опять, думаю, может быть, неудачно легла. И опять такое же состояние. Я оставляю это до утраты на следующий день. Не знаю, почему, с чем это связано у меня. И вот еще самый-то главный мой вопрос, то я вот недавно была в поликлинике, думаю, пройду обследование, УЗИ сделали. Меня обнаружили в поджелудочном пузыре камень 43 миллиметра. В поджелудочной железе или в желчном пузыре? Ой, в желчном пузыре, господи, что говорю, в желчном пузыре. Вот, посоветовали как бы только оперативным путем. Я говорю, так сейчас такая медицина, может быть, лазером можно, можно как-то раздробить. Но вот в перспективе послали как бы на консультацию хирургу. Я еще доктору задала вопрос, думаю, пока вот этот период идет, я вот по вашей-то программе, думаю, все, это у меня как бы закончилось. Ванной в этот раз не принимала, две или три получилась ванна. В основном у меня ножны и ручные через 10. Оля, у нас остается мало времени, мне надо вам ответить. Я вот хочу вас простить, вот, хотела лопух принять. Как быть с камнем? С петрушкой. Как быть с камнем? Да, да. Какой размер камня еще раз? 43 миллиметра. 43, то есть 4 сантиметра. Да, да. Пузырь еще работающий? Ну как работаю? Ну вы, ну понятно, он не выключен. У меня вот какая-то тяжесть, вот поеду вроде бы немного, но как что-то давит вот. Понимаю. Ага. Значит, Оля, сколько вам лет? Мне 48. 48 лет. Значит, вот то состояние, о котором вы говорите, с сердцем, да? Да. Я бы щитовидную железу смотрели у вас? Да, ходила к эндокринологу. Нормально все? Нормально. Нормально, замечательно. Пожалуйста, иппликатор Кузнецова продолжать, это связано с вегетативной перестройкой, с гормональной перестройкой вашего организма. Понятно? И вот эта вот неустойчивость может быть. Обертывания грудные, да, тепленькие, с грелочкой ногами. Вот я начинала делать, раза три у меня получилось. Начинайте, начинайте. Это так вот не совсем удобно. И второе, пожалуйста, второе, последнее. Значит, элеотарокок. Элеотарокок. Я пила когда-то, но сейчас не пила, я пила розовую, радиолу розовую. Да, нет, нет, элеотарокок, радиолу розовую и другое. Элеотарокок, буквально по 20 капель, ладно? А в течение трех недель. А по 20 капель больше не надо. Договорились? Да, да. Теперь, что касается камня. Пожалуйста, вам подскажут телефон, перезвоните мне в понедельник, хорошо? Хорошо. А то у меня время уже закончилось. Хорошо, большое спасибо. Друзья мои, извините, ради бога, время передачи закончилось. Большое вам, спасибо. Спасибо вам большое, Оля, всего доброго, до свидания. Время закончилось, здоровья вам желает программа «Семейный доктор». Встретимся через неделю и начнем, так сказать, вот конкретно по этапам проходить этот период адаптации. Сейчас все. Встретимся через неделю. Продолжение следует...